Привет! Сегодня у нас одна классная, на мой взгляд, посылка. Почему классная? Потому что стоит достаточно дешево, а выглядит очень стильно и круто. Здесь у нас USB-мышка. Покупалась мышка на ebay. Стоимость этой мышки всего лишь что-то в районе 5,5-6 долларов. Но в описании должна быть очень классная. Мышка идет вот в такой вот коробке. Честно, вот Air Horse вроде как называется мышка. Все по-китайски написано. Они бывают в четырех цветах. Синий, вот что-то типа оранжево-красный, зеленый и фиолетовый с каким-то отливом. Не могу сказать. Здесь больше у нас вроде ничего по характеристикам. Точнее что-то написано, но все по-китайски. Так вот мышка выглядит. Заказывалась она на подарок. То есть, как бы хотелось и подарить человеку классную вещь, но и хотелось немного сэкономить денег. Выпадает вот такой вот вкладыш. У нас тут какая-то бумажка, гарантийка скорее всего. Вот так вот это все выглядит, пока не включено. Честно выглядит, но не суперски, пока она выключена. Так, шнурок. Шнурок что-то в районе полутора метров. Вот что мне нравится, что шнурок жесткий. Знаете, вот не как вот сейчас на новых айфонах идет кабелек для зарядки. Он такой мягкий, мягкий. Можно его гнуть во все стороны. А этот именно такой жесткий. То есть, я думаю, что именно в местах, где будет подключаться она к компьютеру, или допустим, если у вас свисает она с рабочего стола, то она не будет ломаться. То есть, точнее, кабель не будет ломаться. Ладно, что говорить. Подключаем, смотрим, как она выглядит. Так, у меня тут есть пауэрбанк. Втекнем в пауэрбанк. Ничего, что не втыкаешься. Вот так вот. Сейчас я погашу свет, чтобы вы увидели, как это все в темноте выглядит. Горит она вот так вот. То есть, получается, у меня как бы есть режим стагнации и оживления. То есть, она как бы потом со временем чуть-чуть затухает. Пройдемся по кнопкам. Что же там такое есть? Есть кнопка, на которой написано TPI. Как я понял, эта кнопка у нас для переключения режимов интенсивности мыши. То есть, она либо ускоряется, либо замедляется за счет этой кнопки. То есть, как я видел на игровых мышках, есть тоже несколько режимов игры. Правда, они цветом выделены зеленый, желтый и красный. То есть, красный это самый чувствительный уровень мышки. У нас еще есть сбоку две вот такие вот кнопки. Достаточно плавные. И все. Больше по кнопкам ничего не могу сказать. Единственное, было бы очень классно, конечно, если бы у нее была еще одна кнопочка. Вот как на игровых мышах. Не помню, как точно называется эта кнопка. Но вот в игре Counter-Strike конкретно эта кнопка, при нажатии на нее вылетает три пули, получается, из орудия. То есть, очень классная, удобная вещь, если человек играет. Но я думаю, что и так не будет классно играть, да и просто работать. То есть, это такой гибрид игровой мышки с простой рабочей мышью. Ссылки, конечно же, будут. Стоит что-то в районе 5 долларов, 60 центов, что-то такое. Всем, кто понравилось, ставьте лайк. Всем пока. Всем пока.